За минувшие сутки был выполнен основной фронт работ. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предприятия жизнеобеспечения восстановили все повреждения инфраструктуры и наладили подачу ресурсов жилые дома и социальные объекты. Местные жители подсчитывают ущерб, с сожалением отмечая, что попало в мясорубку стихии. Пострадали частные владения и городская инфраструктура. К примеру, теперь вот так выглядит любимый уголок местных жителей – Мацестинский парк отдыха. Большая часть лавочек вся уничтожена. Большое количество снесено вот этих вот абажуров красивых, которые были поставлены, освещали так красиво. В результате деревья, которые были внутри, пострадали, их практически уничтожило. Аварийные бригады трудятся не покладая рук. Они откачивают воду. На месте работают мониторинговые группы. По результатам обследований подтвержден ущерб в 22 домах, где проживают 126 человек. В микрорайоне идет работа четырех мобильных приемных, специалисты которых помогают сочинцам в составлении актов об утрате имущества. Стихии повреждены инфраструктура на двух городских улицах и три моста. Мы довольны то, что службы все работают. И МЧС, и водоканал. У нас трубы прорвало, воду делают, свет делают. Везде все работают. Сразу было цеплено движение при начале дороги и в конце полиции, МЧС, скорой. Было все слажено, машин было очень много, персоналу тоже. Аварийно-спасательная служба сработала нормально. Строения в зоне подтопления обследованы. Составлены акты для компенсационных выплат. Локальные нарушения незамедлительно устраняются аварийными бригадами. Сегодня более ста добровольцев помогают местным жителям окончательно очистить дворы от нанесенного рекой Ила по заявкам, поступившим на горячую линию. Автобусные маршруты номер 8, 43 и 90С осуществляют движение по действующей схеме. Автобусы номер 3 и 121 временно не заезжают на ТПУ Мацеста. Также изменен алгоритм движения автобуса номер 120. Пассажиры выходят в районе остановочного пункта Орешник по улице Измайловской и переходят мост пешком. Из маршрута сейчас также исключен заезд на ТПУ Мацеста. Городская горячая линия продолжает принимать звонки от горожан, которым требуется та или иная помощь. Номер телефона вы видите на своих экранах. Ваник Абрамян, Александр Немков. Время новостей.